react редакции знать будешь круто айтика айтика камаз утра привет друзья меня зовут дмитрий специально для канала айти камаз утра . ком мой курс react путь самураев смотрите какая штука мы все хотим мы все хотим видеть кода то что я пишу вы хотите видеть у себя естественно поэтому я специально для этого создала репозиторий на гитхабе публично репозиторий вы легко можете перейти по ссылке данная ссылка будет в описании к данному видео и клонировать данный репозиторий к себе себе локально давайте сделаем это ssh либо use https если вы не разбираетесь в этих штуках я вам рекомендую минимально ну разобраться в этом самостоятельно проще всего сейчас будет вам ввести https ctrl c и давайте вставим клонируем репозитория прямо на локальном диске это будет делать гид башки да у вас должен быть установлен гид обязательно если вы не знаете что такое гиту это вообще невозможно тогда дальше вам учить реакт не зная гид потому что это как-то непоследовательные какие-то такие шаги поэтому обязательно минимально базовые вещи про гид можете изучить хотя бы даже по моим видео которое здесь у меня на канале есть ссылка будет также в описании давайте клонируем гид клон простите не тот язык гид клон и вставим вставим ссылку которые скопировал буфер обмена github adikamasutra react way of samurai жму enter и репозиторий клонируется сейчас в этой же папке да на диске е появится папка react way of samurai не ругайте меня что у меня в корне диска такой бардак я делаю это прямо сейчас здесь же в корень диска на это есть свои причины определенные смотрим где-то папка появилась react put samurai смотрим 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 в конец добавилась ну сортировка такая давайте сейчас делаем по имени по имени react way of samurai вот она папка да теперь в этой папке мы как бы можем запустить наш проект давайте сейчас возьмем vs code вижу visual studio код а ну давайте я так делаю правой кнопкой открою open vs code если вдруг у вас в контекстном меню нет такой такого пункта тогда просто открываете vs code а потом кликайте open folder открыть папку и открываете выбираете текущую папку открываете всю папку целиком не открываете отдельные файлы ни в коем случае друзья это это ерунда полная смотрите проект запускается и что мы как бы сможем запустить и мы типа что-то увидим как бы что-то да что увидим гид терминал не терминал давайте здесь и и и запил запустим npm старт напишем все подождем пока над виснет что это предлагает не хочу разбираться сейчас npm так ждем висит npm старт смотрите что будет сейчас она не стартанет почему потому что давайте пока она будет не стартовать о чем он говорит интересный проект проект так называется потому что интересно сейчас теперь надо будет переименовать пока джейсон его чтобы назывался иначе короче он говорит пока джейсон существует но папки not models нет папка миссин did you mean to install типа вы хотите может быть проинсталлировать что-то почему такая штука выскакивает потому что мы в гид репозитории никогда с вами не закидываем папку not models никогда она у нас стоит в гид игноре нас из гид игнор файл его откроем увидим что not models никогда не заливается на на сервах почему потому что все до в над модуль в папке лежат модули до пересмотрите видео с этого плейлиста где я рассказываю для чего нам там нужен для чего нам нужен вообще но джейс я расскажу о том что вся вся наша вот наша наш проект состоит из каких-то подключенных модулей программок и они все сидят но models но мы их никогда в репозиторе гид не закидываем потому что все те модули от которых мы зависим они прописаны в пакет джейсон вот скажем так вот здесь да все модули от которых мы зависим депенденсис есть еще депенденсис но так как бы уже детали так вот то есть имея актуальный пакет джейсон мы можем без проблем написать вот такую вот команду с вами стиля я вот закрыл сейчас этот терминал а как его теперь открыть я вот не знаю я вот не знаю не знаю не знаю так посмотрим терминал new это новый терминал будет ладно соответственно я сейчас что сделаю я сейчас напишу npm install npm install команда она говорит ну но джейсу npm возьми про залезь в пакет джейсон посмотри а чего мы там зависим и скачаете все пакеты в папку node models npm install и точно так же вы будете работать ребят на проектах кто-то может подключить новый модуль в проект мы с вами будем такое делать и мы это еще неоднократно увидим с вами так вот важно очень подключая модули в проект обязательно писать сейф инсталлировать эти модули дописывать сейф сейф она что сделает она запишет сюда зависимость пакет джейсон именно пакет джейсон самый главный бы файл нашего проекта в нем все зависимости в нем название нашего проекта в нем вообще все скажем так и очень важно очень важно чтобы здесь были актуальные данные когда здесь будут актуальные данные мы без проблем можем написать npm install и у нас модули все проинсталируются поэтому если вдруг кто-то условно там петр проинсталирует новый пакет какой-то закинет в репозиторий этот пакет не пойдет в репозитории например календарь какой-то пакет установит и запушит в репозитории при позитории над models не будет этого пакета но зависимость будет прописано здесь вы забираете обновление обновленные данные стартуете проекта у вас ошибка типа я не знаю что такое календарь и вы увидите что она импортируется из серия из календаря импорт да прописан таким образом смотрите я об этом вам вкратце рассказывал повторюсь эти from react не стоит . и слэш это значит что мы импортируем из из какого-то модуля который лежит в папке над models так вот если у вас календарь импортируется from календарь условно и ну короче компилироваться проект не может потому что мы не знаем что такое календарь то вы сразу должны понимать календарь какой-то народ models который подключен кем-то другим разработчикам у меня его нет наверно только подключили недавно дайка напишу npm install вы напишите npm install так долго у вас инсталлироваться это не будет потому что конкретно вам будет не хватать одного модуля и вам этот один модуль подтянется из ну из npm репозитория скажем так сейчас так долго все происходит почему потому что полностью пустой до папки над models не было вовсе то есть все зависимости их на самом деле очень много на самом деле очень много то что мы видим вы покиджи sony очень мало зависимости покиджи sony очень мало зависимости это связано с тем что реактор разработчики facebook разработчики ну ребята которые вот создали нам этот пакет create react app да с помощью которого мы создавали стартовый проект напомню вам create react app то есть мы с вами стартовали проект до создавали таким образом они упаковали все хитро 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 упаковали инкапсулировали спрятали детали для того чтобы мы не знали с вами что-то внутри для того чтобы мы просто пользовались и радовались как она все само происходит до внутренности нам знать не надо что там действительно мы зависим от так у такого огромного количества пакетов ну за нас все настроили мы можем раскукожить это все дело и мы увидеть можем прямо здесь все эти зависимости но если мы это сделаем называется npm detach по-моему команда detach вот здесь inject eject мы можем такую команду выполнить и тогда это все раскукожится но туда мы не сможем пользоваться обновлениями которые нам готовит facebook для того чтобы использовать эту же библиотеку в дальнейшем ее свежая версия то есть если мы ее заэджектим то в этом случае мы должны будем вручную поддерживать все аспекты вот которые там настроена там много много нюансов да к этим нюансам мы пока с вами их не трогаем поэтому просто забиваем на эту возможность и просто считаем что наш наши dependents это react react-dom react scripts все больше ничего нет пока она инсталируется 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 я вам расскажу сейчас вот что так как у вас установлен гид так как у вас установлен гид вам а ну что смотрите когда вы скачаете этот клонируйте данный проект у вас будет самая свежая самая свежая ну код версия кода моего который я пишу то есть скорее всего если вы смотрите это сейчас видео уже позже 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 то у вас там вся социальная сеть которую я там уже напилил она будет работать а вам нужно как бы откатиться на предыдущей версии как это сделать смотрите в папке react way of samurai ну кликаем правой кнопкой да и открываем гид башхе гид башхе консольку открываем консольку открываем 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 и все видите как метро работает и пишем такую команду гид к слитное гид а потом кей дописываем пробел 2 дефиса гид к олл и амперсант такая вот хитрая команда она будет также по ссылке в описании в точнее в самом описании к данному видео жмем enter у нас сейчас откроется некоторый графический интерфейс некоторые определенную такую сейчас увидите сейчас он запустится и мы кое-что с вами прикольное увидим так это я пожалуй закрою вот открывается на данный момент так как я только начинаю записывать видео у меня здесь очень мало комитов у меня есть 7 комита седьмой урок название 7 9 12 они соответствуют ну номерам уроков которые вы смотрите то есть не для всех уроков да есть номера но в начале дальше скорее все же будут для всех это я либо забывал либо как бы не было смысла потому что мы там обучающую теорию куда проходили с вами при этом чего-то она говорит что local on coming the changes not check it in to index хитонизм и а local пока рисок пока шлок он говорит науки ничего страшного так вот как комиты как к этим комитом откатиться тогда ваша задача откатиться к этому комитом чтобы у вас код отображался тот который вот нужен именно для этого комита давайте сейчас я стартану проект напишу npm start npm start мы увидим какая версия сейчас отображается и попробовал откатиться к седьмому комитом вам нужно будет сделать то же самое чтобы досмотреть актуальный код для конкретного урока это несложно вам кажется может быть сложно но вы должны с этим легко это легко понимать потому что я ну это использование гита которая вам также в реальной жизни в реальной практике нужно будет стартует development server давайте посмотрим как он там стартуется так 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 мы сейчас вами должны увидеть сверстанную то что мы на прошлом занятии с вами сделали разбили то есть нашу социальную сеть первую страничку профиля зеленый хидр зеленый сайт бар и какой-то там контент так к сожалению медленно ожидаем вот мой красивый пляж видим отлично но ты представьте как бы не то что вам нужно вы только например сейчас находитесь на седьмом уроке вам хотелось бы глянуть код который там находится смотрите что видите мы можем кликать по этим комитом нам нужно скопировать вот этот вот идентификатор правой кнопки здесь нет контекстное меню не выскакивает ctrl c здесь не работает поэтому нужна альтернативная команда как скопировать в буфер обмена в описании к видео она есть я вам просто озвучиваю голосом по моему ctrl insert ctrl insert 58557 дальше вам нужно перейти на эту версию для этого в консольке вы должны написать команду гид чекаут чекаут и вставить с помощью например shift insert ctrl insert скопировать shift insert вставить вставить номер вот этот идентификатор нашего комита жмем enter здесь нас кое о чем предупредит а он сейчас говорит о том что вот пакет gson файл короче он нам мешает потому что они закомичены и так далее у вас то же самое будет к сожалению поэтому этот пакет я короче предлагаю вам что сделать с этим пакет шлот лог файл просто его удалить хуже от этого не станет и удалить его чтобы он нам не мешал у вас такая же будет ситуация ребят внимательно а дальше мы переключаемся на тот комит тут кучу предупреждений но тем не менее мы переключились вот мы сейчас находились на react way of samurai master а мы сейчас находимся вот на этом комите ни в коем случае нельзя изменения никакие здесь делать иначе будут тоже определенные проблемы то есть просто смотрите код просто смотрите код иначе просто у вас потом будут проблемы с переключением на другие ветки если у вас такое вдруг будет вам придется сделать чекаут конкретных измененных файлов вы можете ну ревертнуть вам нужны другие файлы ну давайте попробуем это сделать кстати говоря все смотрите мы откатились сейчас если посмотрим наше приложение вот оно видите то есть мы откатились на седьмой урок на седьмом уроке у нас были компоненты technologies аппп давайте откатимся на восьмой урок о давайте ну давайте откатимся на восьмой урок для тренировки ну на девято седьмого восьмого нет девятый урок сейчас я f5 нажму здесь чтобы local committed changes исчезло потому что я удалил этот файл и все его нет на девятый урок копирую этот идентификатор копирую идентификатор нажимаю ctrl insert дальше иду сюда пишу гид check out shift insert вставить не вставилась package.json lock вставился какой-то сейчас я наверное не скопировал интересно а или ты находился странно ладно shift ой ctrl insert d4 1 9 5 а здесь shift insert вот оно перехожу на другую ветку код автоматически здесь подменился видите мы уже видим header technologies footer а нет сейчас секунду сейчас если f5 нажму то желтеньким должен стать будет девятый commit девятая версия о супер девятая версия отлично скорее всего просто здесь еще не обновилась а нет обновилась так а что было в коммите давайте прочтем импорт экспорт а ну все верно импорт и экспорт мы с вами сделали все хорошо да то есть мы разделили эти все компоненты они были в одном файле теперь они в других файлах все окей визуально ничего не поменялось а вот если мы потом переключимся вот на наш коммит уже финальный например таким же способом control insert затираем check out shift insert жмем enter и уже мы увидим нашу социальную сеть то есть таким образом вы сможете перепрыгивать по версиям уроков чтобы видеть актуальный код на конец урока то есть я когда делаю урок я потом сразу после урока делаю коммит делаю коммит делаю коммит кстати говоря может быть я даже сделаю это традицией и ну буду в каждом видео это делать чтобы во первых не забывать а во вторых ну а во вторых не знаю для чего чтобы вы посмотрели как я делаю коммит так давайте пожалуйста вот что сделаем все таки еще давайте откатимся вот сюда откатимся вот сюда shift control insert control insert опять делаем git check out git check out shift insert откатимся назад откатимся назад на самый первый урок я вам сейчас покажу наверняка вы конечно же будете смотрите тут обновилась видите страничка исчезла здесь сейчас тоже желтенькие так это все тормоза желтенький стал здесь в кружочек то есть мы сейчас откатились на этот коммит все хорошо наверняка вы будете смотреть код там что-то изменять условно говоря вот так сделать случайно enter поставите там попробуйте побаловаться да с моим кодом изменить его типа проверить а действительно оно так работает все хорошо да работает все сделали по аналогии там в своем проекте все и хотите идти дальше на следующий урок и вот вы такие говорите git check out смотрите если я f5 здесь нажму f5 нажму то мы сейчас увидим что здесь появятся красные незакомиченные изменения красные незакомиченные изменения смотрите так 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 красные незакомиченные изменения давайте ребятки когда-нибудь у меня будут деньги я куплю себе о видите отсюда пошли изменения потому что мы находимся здесь и мы здесь натворили какие-то изменения и сейчас сейчас мы попытаемся перейти в девятую на девятый урок да мы седьмой закончили восьмой посмотрели и переходим на девятый потому что для девятого есть урока да здесь видео и вот мы хотим написать и вот мы сейчас попробуем Вот мы кликаем по 9 уроку, дабл клик, control insert, дальше, check out, shift insert вставить, control insert скопировать. Оно говорит, не могу, потому что у вас есть локальные изменения, которые не закомичены. Сначала закомит изменения или сделай стэш перед тем, как переключать бранч. Стэш мы делать не будем, стэш мы делать не будем, а вот отменить, нужно нам отменить те изменения, которые мы натворили. Git статус пишем и видим, что у нас замодифайен один файл. И мы вот что пишем, команда check out, она также умеет еще и уничтожать изменения. Git check out, а потом путь к файлу, который надо ревертнуть. Откатить назад, то есть убрать все изменения, которые мы сейчас натворили, случайно или не случайно. Git check out и жмем enter и у нас изменения должны будут откатиться. Смотрим, откатились, впишем git статус, смотрим, откатились, все хорошо, нет никаких измененных файлов. Все, и мы теперь можем смело писать ту команду, которую мы хотели написать, чтобы перейти на 9 урок. Git check out, все, перешли на 9 урок. Примерно такая инструкция, ребят, смотрите, f5, f5, у нас сейчас красная исчезнет, и мы перейдем, желтенькая штука перейдет на 9 урок. Все, изменения исчезли, мы на 9 уроке. Все, друзья, примерно такой смысл. Надеюсь, вам это будет штука полезна. Команды все я напишу также в описании к данному видео, чтобы вы могли вспомнить, что оно было, что надо писать. Разберитесь в этой теме, ребят, это важная тема, чтобы дальше двигаться, надо это понимать. К сожалению, разработчик, то есть это не просто, нет такого, что React сам по себе изолирован, React, и мы учим только React. Ну, очень много-много побочных всяких действий мы должны будем с вами еще делать. Для чего? Для того, чтобы, ну, ну, мы с вами, понимаете, да, что мы делаем? Мы делаем с вами большой проект. Мы не просто учим примерчики какие-то, делаем там, тудулист маленький или какой-то еще тестовый, а мы делаем с вами большой проект, и большой проект требует определенных жертв, на которые мы с вами и идем. Если было понятно, как сделать это, если у тебя получилось забрать проект и его развернуть и переключиться на версии, большая просьба, напиши, пожалуйста, об этом, что все получилось в комментариях, круто, идем дальше. Поставь лайк обязательно, мне будет очень приятно, и это очень сильно меня промотивирует двигаться дальше. Все, спасибо, друзья, что на нашем канале остаетесь и прокачиваетесь вместе со мной. Супер, до новых встреч.